Здравствуйте, дорогие наши книжечки! С вами Букинист Орск. Сегодня у нас приятное такое событие. К нам вот пришла девушка. Как вас зовут? Амина. Амина. Она меня нашла в Инстаграме. Ну, еще, оказывается, сейчас вот мы с ней быстро побеседовали, что она еще училась в 12-16 году у нас в институте и захаживала к нам в Букинист. Это когда мы только-только начинали вот здесь работать. Вот. Вы вообще читаете книги? Да. Что вы читаете? Фантастику. Фантастику. Какую? Да любую. То есть от американцев и стругацких до современных каких-то. Да. Вопрос. Вы читаете бумагу или электронку? И то, и то. Бумага сейчас очень дорогая, поэтому чаще, да, в электронном виде, но если есть возможность бумага, то, конечно, бумага. Предпочтительная все-таки, да, то есть интерес и так далее. все эти вещи. Вы покупаете в магазинах или вот в Буках что-то или где? Ну, когда как. То есть где я нахожу интересующую книгу, там я покупаю. Вот чисто пока фантастику. А, вот такой вопрос. А сколько вам лет? 27. 27. Вот, посмотрите. Молодая девушка читает фантастику. Классику читаете? Бывает. Бывает. Ну, фантастика, по большому счету, все-таки это так, такое отдохновенное такое, да? Да. А вы заканчивали наш институт педагогический, да? Да. По какому вообще это факультет у вас? Естественно, научный. Это сейчас такой был. Это был. Это был такой, да. Я заканчивал в 96-м, я уже такого еще не было. Поэтому я... Я заканчивала еще был, сейчас уже его нету. Уже его снова нету. То есть вот так вот у нас все интересно происходит в институте, да. Вы сейчас работаете по профессии? Нет. Нет? К сожалению, да? Ну, я тоже не работаю по профессии, но что делать? Амина нам принесла книги. Какие, я говорить не буду, мы завтра разберем с вами. Эти бедная девочка несла пакеты. Ну, чтобы не выкинуть, во-первых, чтобы это вот многие у нас так делают. И, ну, мы приятно, очень спасибо. Давай по самой любимой книге. А что у вас, да, какая самая любимая книга? Вот прям вот... У нас сейчас был спор, мужчина или женщина лучше пишет. Да, но я считаю, конечно, что мужчина пишет лучше. Смотря какой жанр, смотря какой жанр, смотря какие книги. Так, вот окей, по фантастике. По фантастике? Ну, там тоже ведь есть разные направления. То есть есть фантастика, которая прям вот в романтику уходит. Я вас перебью, да. Вот смотрите, science fiction, чистейшая. То есть космолеты... А это мужчины. Это однозначно мужчины. Сегодня у меня был наш вот соавтор нашего канала, парень Игорь. Вот он попросил совета почитать что-то из фантастики. Причем он сегодня делал там маленький обзор. Женщины пишут. Я женщин люблю, но как они пишут, я не могу это. Я уже честно, я не сексист. Ну, просто вот у меня такое очень редко. Вот единственное, кто мне... Легуин более-менее нравится. Это Урсу Легуин, ее планета Роканона. Детство мое тоже. Но я уже, конечно, фантастику как таковую не читаю, по большому счету. Ну вот, хорошо, из фэнтези. Вот так вот. Потому что это все-таки сказки, это ближе, мне кажется. И вот у меня дочка читает. Или у вас как-то это вот все? У меня просто сейчас период такой. Я окунулась в японскую культуру. О, паньки! Да, у меня пошло вот на основании вот эти вот... Как они сейчас называются-то? Ранабе, вот это вот... Я даже не знаю, что это такое. Я помню о фотографах. Новое что-то, да? Да, есть сейчас такое направление. То есть, как бы я вот ушла в ту сторону. Меня вот занесло туда. И японскую фантастику. Да. Но она вся же такая пессимистичная. То есть, Годзилла и все погибает. Да, да. Да? Ну, то есть, это интересно. Это да. Ну, вот... Ну, тут тоже найти нужно свое. То есть, как бы, есть манга, которая там на комиксах. Да, она тоже интересная. Манга – это индустрия жуткая. Да. И есть то, на чем... То есть, как бы, откуда берется манга. Либо, наоборот, из манги пишется Ранабе. То есть, там чистый текст. Там нету картинок, ничего. Вот. Но там тоже в основном фантастика. Есть, конечно, и такие более приземленные вещи. Ну, вы пока... Да, я пока... Вот, посмотрите. Новое что-то я для себя открыл. Как оно называется? Ранабе. Ранабе. И надо посмотреть. Итак, спасибо большое за то, что к нам пришли. За то, что снялись у нас видео. Если смотрите наш канал Букинист Орск. Пока!